Вот так выглядит дом с обратной стороны. Какие я для себя сделал открытие, пока занимался этим видеоблогингом, так называемым. У меня нет задачи очернить компанию, у меня есть задача показать конкретные ошибки на конкретном объекте. Всем привет, с вами Владимир Колосов, компания Колосов Хаус. Мы строим загородные дома по правильной каркасной технологии, проверяем стройку по нашей уникальной трехуровневой системе контроля качества. Это наше главное преимущество и отличие. Ссылку на видео, в котором я про эту систему рассказываю, поместим в описании под этим роликом. Итак, первое. У нас на канале 5000 подписчиков. Вот пять. Второе. Сегодня пасмурный день, поэтому я по традиции надеваю очки. Третье. Я стою на железнодорожном переезде внезапно, так что у меня будет возможность записать видео без шума окружающей среды и без тряски. Итак, 5000 подписчиков. Значит, что можно об этом сказать? Первое. Я вообще очень удивлен и очень вам всем благодарен за то, что вы подписываетесь. Считаете, что 5000 целых человек считают, что видео на моем канале заслуживают внимания. Потому что, когда я выкладывал первый ролик, это было довольно спонтанно, случайно. Я думал, ну, может быть, одним роликом вообще ограничусь, ну или буду еще что-нибудь записывать. Ну, дай бог, там будет у нас 100 подписчиков. Если вы посмотрите, между первым роликом и последующим прошло там несколько месяцев. И то, что у нас не 100 подписчиков, а 5000, я очень рад. Так что спасибо всем большое. Второе. Теперь я, значит, наверное, как видеоблогер, что ли, получается? Вроде строитель, а вроде уже и видеоблогер. Ну, ладно, это все, конечно, шутки. Хотя можно, наверное, как видеоблогер придумать себе какое-нибудь приветствие фирменное. Знаете, у многих блогеров там. 1.01, YouTube. Хаю-хай. Добрейший вечерочек. А вы, с вами Владимир Колосов. Давайте, в общем, если... Я обычно здороваюсь, всем приветствую, с вами Владимир Колосов. Ну, если у вас есть идея какого-нибудь прикольного, необычного приветствия, давайте пишите в комментах, вместе посмеемся. Может быть, что-то и выберем. Третье. Я просто хотел вкратце рассказать. Хотя всего 5000, как бы это не так много, но я регулярно читаю комментарии, получаю письма от людей. Вроде бы не так много оказалось на подписчиков, но внимание это приносит довольно много. И определенное количество сил и времени занимает чтение, общение с людьми. Хотел с вами поделиться вообще, какие я для себя сделал открытия, пока вот занимался вот этим видеоблогингом, так называемым. Хотя, напомню, я вообще-то занимаюсь строительством домов. Вот как раз, давайте начну вот с таких последних открытий. Значит, в комментариях под роликом, где я рассказывал об ошибках настройки одной известной компании, я столкнулся в последний раз с таким мнением, что я видеоблогер, которому заплатила какая-то строительная компания, для того, чтобы я очернил репутацию другой компании. Идея классная, прям, можно сказать, без сучка, без задоринга, если бы не одно но. В ролике не звучит название ни одной компании строительной. Как можно взять у кого-то деньги, снять очерняющий ролик и при этом не назвать компанию? И, соответственно, люди спрашивают, а что ты не называешь компанию, что за салп? Ну, извиняюсь за выражение, потому что я знаю, что у меня на канале я не матерюсь, не ругаюсь, ничего. У меня нет задачи очернить компанию. У меня есть задача показать конкретные ошибки на конкретном объекте и помочь вам избежать этих ошибок у себя на объекте. Да, конечно, где-то я что-то говорю с оговоркой, но эта оговорка в середине ролика, ее никто не слышит. И в итоге куча комментов, например, в том же ролике я говорю, что, скорее всего, этот дом, или, возможно, этот дом будет обшиваться ОСБ снаружи, поэтому то, как сделано у Косина, это не принципиально. Что-то мне подсказывает, что вряд ли у них есть отдельный проект на каждый тип дома. Может, он есть, может, нет. Тем не менее, в комментариях пишут очень много, что вот, что ты тут про Косин рассказываешь, если дом будет обшиваться ОСБ, у Косина не нужна. Да, я знаю, и об этом сказано в том ролике. Но, ладно, не будем отвлекаться. Какие еще были, значит, предположения? Когда на канале было, ну, дай бог памяти, 400 подписчиков, я ездил в Питер к своему тогдашнему партнеру, я записал ролик про утеплитель Кнауф. И то, что в комментариях стали говорить, что Кнауф заплатил мне за этот ролик, вот, опять-таки же вопрос. Ну, 400 подписчиков на канале, сколько заплатил Кнауф? 100 рублей или 200? Хотя нет, 200, наверное, это много. Ну, в общем, тоже это бред, сивый кобыл. Тем более, что Кнауфом мы сами пользуемся. Я снял ролик о том, чем пользуемся мы. У меня этот канал сделан не для того, чтобы зарабатывать, продавая на этом канале рекламу. Хотя, может быть, когда, я надеюсь, когда будет миллион подписчиков, в принципе, можно продать рекламу и заработать. Но, когда на канале, там, 500 подписчиков, 5000 подписчиков, даже 100 тысяч подписчиков, задача канала, в первую очередь, помогать строительной компании нашей развиваться, да, выходить в новые направления, там, новые технологии. Соответственно, через YouTube, в том числе, показывать, как мы работаем и помогать клиентам узнавать нас. Вот главная задача канала, а не продажа рекламы, там, очернять другие компании или Кнауф, или... Ну, вот, не знаю, будем мы с каким-то инструментом работать? Хочу я про этот инструмент рассказать. 100% можно ожидать внизу комментарий под роликом, как эта компания мне заплатила. Ну, окей, люди такие, что поделаешь. Что еще я узнал с видеоблогингом? Что ты, в принципе, априори не можешь быть прав на 100% никогда. Ты как-то делаешь, строишь. Окей, не ты, я как-то делаю, строю. Придет куча экспертов, скажут, что я что-то сделал не так, надо делать так, по-другому. Я изучаю вопрос, думаю, ну, действительно, может быть, я что-то не знаю, начинаю делать по-другому. Приходят другие эксперты, говорят, вот, надо делать по документам, смотри, все, вот, в документах написано третье. Я думаю, окей, действительно, если документ написан третье, может строить по третьему. Начинаем строить по третьему, по документам. Приходят четвертые, говорят, ну, документы это полная хрень, либо они уже там давно устарели, либо просто это полная хрень, потому что вот я, комментирующий у тебя под видеороликом, знаю лучше, чем все документы, надо строить по-пятому. И в результате, что бы я ни делал, я все равно неправ. И вот это ощущение, оно, так сказать, в какой-то момент к нему привыкаешь, и уже начинаешь спокойнее реагировать на то, что я неправ. Поэтому, если вы тоже вот смотрите сейчас эти ролики и думаете о том, чтобы заняться Ютубом, имейте в виду, что вы всегда будете неправы, вы всегда для кого-то очень плохой. Причем очень плохой, это я сейчас очень мягко выразился, как вы понимаете, достаточно и мата, и негативных эмоций, и с этим приходится смириться. Ну, это прицеп, который едет за паровозиком под таким условным названием популярность. Ну, хотя 5000 подписчиков, конечно, это так себе популярность, но уже какое-то представление можно сложить. В общем, подводя итог, я обманщик, барыга, продажный блогер и куча других не очень приятных эпитетов. Посмотрим, как ситуация поменяется на 50 тысячах подписчиков, но не думаю, что сильно. Ладно, это все была лирика, спасибо, что послушали. Сейчас я еду на объект, который находится на границе с Тверской областью, ехать мне осталось еще минут 40. Ну, а для вас, как всегда, у нас будет магия кино. Покажу вам, что мы там построили уже через 3, 2, 1. Ну, вот мы уже и на месте. За моей спиной стоит дом. Дом построили за полтора месяца. Сейчас мы пойдем внутрь, посмотрим, какая у него планировка. Поехали. Прежде чем идти внутрь, давайте посмотрим на него снаружи. Эти выпуски, контрабрешетки оставлены для того, чтобы впоследствии можно было смонтировать цоколь. Опять-таки ж, напоминаю про наши правила, что не менее 10 сантиметров от земли должно быть. Иначе зимой на этих рейках дом может приподнять. Я когда об этом говорил в другом своем ролике, в комментариях кто-то смеялся на эту тему. Говорил, что это невозможно. Но у нас, к сожалению, был такой опыт. И я на тот дом тоже как-нибудь съезжу и вам об этом расскажу. Ну, а сейчас вот так выглядит дом с обратной стороны. Вот здесь у него такая небольшая терраска-крыльцо. Пойдемте внутрь. Обувь снимем. Заходим внутрь. Здесь идет какой-то большой предбанник. Справа, как это назвал заказчик, склад. Слева комната. Дом довольно тепло. Держит хорошо. И уже даже есть холодильник. Пойдем сюда еще. Здесь еще комната. И вот здесь. Небольшая комнатка. Даже жалюзи на окнах есть. В общем, уже можно жить. Не тужить. Пойдемте на второй этаж еще поднимемся. Здесь такое окно горизонтальное. И вот на втором этаже у нас тоже четыре комнаты. Одна. Вторая. Третья комнатка небольшая. Женщина на стене. И четвертая комнатка тоже небольшая. Тоже женщина на стене. Женщины у нас на стенах неспроста на объектах. На самом деле. А, на степлере. Ну, в общем, это инструкция к андутису. Андутис знают, что на объектах, видимо, работают мужчины. И они, если вы купите пленку андутис, то вот эта бумажка, инструкция. С обратной стороны на ней календарик с женщиной. Чтобы рабочим было не скучно, видимо. Ну, и лестница чистовая уходит вниз. Вот такой дом. Здесь у нас на чердак люк. Все проверили. Заказчик дом принял. Я у него спросил, готов ли он оставить отзыв. Он немножко нахмурил брови и сказал, давайте я через год вам оставлю отзыв. Поживу, посмотрю, как тут. Потом оставлю. Ну, Алексей, ловлю вас на слове. Через год буду ждать от вас отзыв об этом доме. И о том, как в нем живется. Кстати, тут рядом построен небольшой, ну, попытка, скажем, построить небольшой дачный дом. Там все равно никого не бывает. Я думаю, никто не обидится. Если я зайду, покажу вам просто несколько моментов, чтобы вы на них тоже могли обратить внимание. Он выглядит таким образом. Как видите, действительно дачный. В общем-то, никаких там к нему ожиданий завышенных или требований у меня нет по поводу соблюдения технологий или еще чего-то. Это был Слава. Слава у нас работает. Очень ему нравится у нас работать. Вот просто покажу некоторые технологические моменты, которые в целом можно было бы и избежать. Еще раз, по поводу там соблюдения технологий, сейчас свечи-то там никого не идет, там не будем к этому придираться. Меня сейчас другое интересует, а именно пленка. Ну, даже тот факт, что кровля без контрабрешетки лежит, это, в принципе, уже небольшое нарушение. Потому что, ну, как небольшое, большое нарушение, потому что... Вы не знаете, что она должна быть. Да, она обязательно должна быть. Это профнастил, на крыше идет он металлический, на нем будет конденсат постоянно образовываться. И этому конденсату надо куда-то стекать. Для этого как раз на кровле делается контрабрешетка, чтобы образовался вентилируемый зазор, и через него все стекало. Ну, то, что контрабрешетки нет, окей, здесь нет. Я уже сказал, что не буду придираться к технологиям в этом доме. Вот конкретный момент, который я хочу показать, на который надо обращать внимание. Обратите внимание, пленка уложена вертикально. Вот это как раз нарушение. Потому что пленка должна быть уложена горизонтально, внахлёст. Это не дом нашего заказчика, это на соседнем участке. Просто вот такие вещи, то есть если контрабрешетку вы можете еще увидеть у себя и понять, что все сделано правильно или неправильно, то то, что пленка уложена, например, вертикально, а не горизонтально, вы этого можете не заметить. Вот призываю вас на это тоже обращать внимание. Ну, опять-таки же, мы сейчас не говорим про качество этой пленки, что это ветрозащита или пароизоляция. Я даже не знаю, я ее сейчас не трогал. Но вот имейте в виду, вертикально пленку укладывать нежелательно. Ну и вообще, если вы хотите построить такой небольшой домик, потому что здесь, по ощущениям, дом примерно 3,5 на 4,5 метра, то, на мой взгляд, как раз для такого домика идеально подходит каркасная технология, нежели такой делать дом из пенобетона. Тем более, что дом изначально позиционируется как летний. Родить огород необходимости нет. Вот вы увидели построенный нами дом. Сейчас, по традиции, будет полный фотоотчет со строительства дома. Отзывы заказчика вы не увидите по причинам, озвученные мной ранее. Ну и с вами был Владимир Колосов, компания Колосов Хаос. Спасибо, что остаетесь с нами. Пишите свои вопросы в комментариях. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Жмите на колокольчик, чтобы получать первые уведомления о новых вышедших видео. И увидимся на строительстве вашего дома. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok